Озеро Акгель Массовая наглая застройка, пожалуй, одна из главных проблем, за которую тянутся другие. Потом сообщение о сносе, потом о подтоплении домов. Никто не беспокоился о дренаже, не дожидался результатов исследований геологов. Дагестанская авось хуже русского на голову. Канализацию сливали как попало, куда попало, а чаще в озеро. Кто-то, может, воспринимал этот водоем как естественную лужу для стопов? Не знаю, но с какой прытью, достойной лучшего применения, все эти хаотичные застройки сливали грязь в Белое озеро. Это прямо трэш. Три года назад информационные ленты запестрили сообщениями о том, что естественное озеро в южной части города нужно срочно спасать. Начали думать как. Под эгидой Ленинской администрации, на территории которой оно плескалось, создали фонд спасения озера и решили подвезти воду из Кора. Для подпитки и сохранения водного баланса, как говорят экологи и гидрологи, дебита воды. Сделали, подключили меценатов. На спасение озера выделил 5 миллионов рублей даже руководитель транспортной компании «Астория», человек не местный. Пустили водоем около 500 мальков в осетровых. А 7 лет назад запускали 50 тысяч мальков в Сазана и Толстолобика. А год назад еще около 130 тысяч мальков. Были проекты и по очистке, и аэрации воды в озере. Люди с большим человеческим сердцем, кто бы ни прознал про состояние стремительно милеющего и гибнущего озера, стремились внести свой вклад, не в пример тому скотству, по-другому и не назовешь, которое много лет творилось вокруг него. Около 6 лет, как прекратились сливы канализационных стоков в озеро Акгель, дома были возведены застройщикам так, чтобы жители любовались гладью воды. А про водоотведение фекалий никто не позаботился. И конечно же по всему акваторию, акваторию непосредственно озера Акгель, мы проверяли на предмет наличия сброса канализационных стоков напрямую в озеро Акгель. Таких мы вообще их не нашли, их вообще там нету. Вот с 21-го года мы периодически проходим вокруг целиком всего озера, ищем, если есть какие-то несанкционированные сбросы, такого нету. Зарабатывать у нас любят, но пиратскому подходу нужно поставить конец. И здесь власть и общество должны быть вместе заодно, на одной белой стороне поля добра. Сейчас, как уверяют городские власти, такого уже нет. Варварству положен конец, но что же происходит сейчас на озере? Озеро время от времени, как магнит, тянет к себе высокопоставленных именитых чиновников и активистов. Крайне такое собрание вокруг водоема отмечено в СМИ месяцем назад. Поводом для визита внушительного десанта к кромке Белого озера, состоящего из общественников, активистов, руководства Ленинской администрации, столичной мэрии, сам Юсуп Джонбекович, пожаловал, руководству Минприроды, экологов. Была резкая реакция главы республики во время заседания оперштаба на мониторинг социальных сетей, в которых было высказано опасение за дальнейшую судьбу озера. Мэр на своей странице в телеграм-канале напоминает, что большая часть ранее возведенных домов была построена в нарушении градостроительных норм. И приводят слова глава администрации Ленинского района Махачкала Магомед Алхасова, который сообщил, что на территории поблизости от улицы Булача столичными властями был зарезервирован земельный участок под строительство школы. Однако недобросовестные застройщики незаконными путями присвоили себе квадратные метры, тем самым лишив возможности строительства социальных объектов, способствующих улучшению городской инфраструктуры. Кто же будет возвращать городу земли? Известны ведь проблемы нехватки школы и детсадов в Махачкале, которые не иначе как кризисом не назовешь. Кто эти враги народа? Две основные проблемы сейчас – улучшение качества воды в озере и благоустройство прилегающей территории. Опять же, со слов столичного мэра. А что же делать с хамливыми застройщиками, у которых в одном месте зудит, хочется понастроить чего-нибудь? Доселе, используемая для строительной техники и нужд застройщиков, грунтовая дорога, которая окаймляет озеро со стороны улицы Булача, будет превращена вскоре в благоустроенную аллею со всеми вытекающими. Как сообщил заместитель главы Махачкалы Нариман Тимуркаев, на территории вокруг озера Акгель администрации города запланировано создание общественной территории – парка. С этой целью администрации в конце 2023 года было проведено соучаствующее проектирование с привлечением горожан и активистов города. Были озвучены основные критерии пожеланий и видения, которые в дальнейшем лягут в основу технического задания на проектирование парка. Далее с целью создания единого пешеходного маршрута данную территорию планируется увязать с благоустроенной набережной пляжа в редукторном поселке через улицу Красноярская и аллею медиков от духовного центра пророка Исы. Непосредственно в близости с благоустраиваемой территорией администрации города выделен участок для строительства инновационно-образовательной школы – школа 21, строительство которого будет вестись с привлечением инвесторов и меценатов. Хотя справедливости ради надо сказать, что проекты благоустройства территории вокруг озера Агель мэрии разрабатывались еще более трех лет назад. Но что-то пошло тогда не так. Планы зависли и остались под сукном. А каково же состояние воды в озере? Насколько оно пригодно для рыб? Для этого сотрудниками лаборатории Росприроднадзора и Института экологии ДГУ были взяты пробы, которые вскоре будут обнародованы общественности. Но что же делать с этими подозрительными белыми пятнами, скорее всего, химической этиологии? Как отметил председатель Комиссии по экономической политике, развитию АПК, поддержки среднего и малого предпринимательства, экологии и туризма, Общественная палата и Республики Дагестана Юк-Рудин Салимханов, на данный момент канализационных и иных стоков здесь не обнаружено, но есть вопросы к состоянию водоема. Связано ли появление обнаруженной пены непонятного происхождения вокруг побережья озера с техногенной деятельностью человека или подъемом грунтовых вод, в результате чего образуются признаки его загрязнения? Предстоит выяснить экологам. Вода взята на экспертизу и через неделю будут получены результаты. Работа в этом направлении продолжается. Председатель Дагестанского отделения Русского географического общества профессор Альдаров уверен, что исследование надо продолжать и оградить озеро от всяких промышленных стоков. А возможно, это белая пенистая консистенция вон из того предприятия. Но все же давайте дождемся результатов анализов. Экологическая культура нужно учить с измойства. А то, смотрю я на школьные предметы, все больше убеждаю, что нужно вносить изменения в программу, делать ее более прагматичной, напитать знаниями повседневности экологической безопасности, правовой, политической культуры, принести терпимость и разумность в жизни ребенка, будущего полноценного гражданина страны, надеемся и жителя республики. Ручное управление лучше отсутствия всякого управления. То, что глава по следам соцсетей среагировал и вновь вспомнили о многострадальном озере, это прекрасно. Хотя мне могут возразить, что и не забывали, а забывать и не нужно. Это бренд города. Видите как? Все-таки призвано, что в самом-то начале активисты, общественники забили в набат. Потом подключились муниципальные власти, потом республиканские. Вот пример того, как надо работать всем нам. Давайте больше новостей вокруг озера. И не только по экологическому, но и по теме туризма, благоустройства, нового живого пространства столицы республики. Сейчас надо приводить в порядок территорию вокруг озера. Закольцевать его, как это делают в других городах страны. К примеру, вот в Ставрополе и велосипедная, и пешеходная полоса окаймляет местный пруд. А рядом лес. И желательно проект презентовать, не широко обсуждать, как это стало в последнее время хорошей традицией. Оставайтесь с людьми. Редактор субтитров А.Семкин